Добрый день! Это программа «Проще говоря». Сегодня у нас в гостях художник Александр Фаленский. Добрый день! Скажите, чему посвящен вас визит в наш славный город Молынск? Так получилось, что сегодня презентация книжки, которая совсем недавно была только нарисована, а именно в июне, это «Путешествие из Мурманска в Киркенес». Это уже пятая книжка, такого рода мной сделанная за последние два года, с той только разницей, что предыдущие имели вот такой формат и назывались азбуки. Они содержали по 33 разворота по количеству букв в русском алфавите, и это были азбука Иерусалима, Тбилисская азбука, Петербургская азбука и Воронежская азбука, сделанная мной по просьбе моих воронежских друзей. А первые три города, Иерусалим, Петербург и Тбилиси, города, между которыми я часто перемещаюсь, и они для меня уже какие-то все три родные, хотя живые в Петербурге, конечно, в основном, и родился там, но вот какая-то часть жизни у меня проходит еще и в Иерусалиме и Тбилиси. Вот. А директор замечательной компании, или как ее назвать правильно, организации «Девушки на мосту» из Киркинесса Любы Кузовникова давно, поскольку мы не раз уже делали совместные проекты, давно хотела в виде этих книжек что-нибудь подобное придумать про, может быть, Киркинесс, может, про Баренц-регион. И вот мы не могли понять, как азбука Киркинесс оказалась слишком локальной, азбука Баренц-региона что-то такое необъятное. А азбука довольно трудная форма, надо найти на каждую букву какой-то точный, так сказать. И часто бывает, что какие-то прекрасные вещи ты пропускаешь, потому что на эту букву уже нашел, а на нее там, да. Да, на твердый знак. Да, нет, ну это с твердым знаком бог с ним, а она в Петербурге на букву А есть и Адмиралтейство, и Музей Арктики, и мой любимый, и еще что-то. И ты вынужден чем-то жертвовать, да. И поэтому я придумал вот этот формат. Я перевернул книжку вот так. То есть это формат ровно тот же, только повернутый так. Это стало теперь путешествие называться, а не азбука. И это первая книга в серии путешествий, потому что уже друзья из Воронежа зовут совершить путешествие по Воронежской губернии. Мы уже придумали название. Вот. Не области, а губернии. И скорее всего в следующем мае это произойдет. Вот. И здесь мы уже не ограничены вот этими 30 буквами. Здесь у нас и страниц больше. Здесь мы взяли два языка, потому что путешествие с заездом не только в города маленькие и интересные на русской стране, но и на норвежской. Норвежского языка никто в мире не знает, кроме норвежцев. А английский вроде как нам всем условно доступен. Поэтому мы выбрали английский язык вторым. И вот вся книга строится на том, что справа у нас рисунок, а слева текст небольшой об этом объекте на русском и на английском языке. Довольно, на самом деле, поучительный, потому что мы сами все узнали с Любой, пока делали много нового. И я думаю, что любой мурманчанин или даже житель Киркинесса тоже узнает о своем городе что-нибудь, чего не знал. Потому что мы перелопатили кучу источников в интернете, в книжках. Люба допрашивала местных жителей с пристрастием. И в сумме всего этого вырисовалась некая информация, которую мы сжали до нельзя, чтобы ее на двух языках уместить на левой страничке. Ну вот, что смогли, то сделали. И это такой немножко юмористический, неправильное слово юмористический, ироничный путеводитель, а скорее всего самый ироничный. То есть это путеводитель, а не путеводитель с большой буквы. Но с другой стороны, получается, что это уже пятая книга в этой серии. И сейчас друзья мои зовут сделать такую же книгу, ну азбуку, скажем, про Нью-Йорк и про Черногорию. И вот путешествие про Воронежскую губернию. То есть, может быть, скоро их станет много. И это будет опять пародия на какую-нибудь фирму, выпускающую путеводители iVitness или Michelin, которые тоже так весь мир потихонечку охватывают. Хотя на самом деле я занимаюсь живописью, там, станковой графикой. Мы с женой делаем всякие скульптуры из найденных на помойке или купленных на блошинных рынках материалов. То есть, на самом деле, это одна из граней. Но так вышло, что вот за последние два года увлечение это доминирует. Один мой товарищ в Воронеже, художник Сережа Горшков, который был инициатором Воронежской азбуки, произнес на презентации хорошую фразу, которой я горжусь. Он сказал, что все знают, что искусство бесполезно, но книжки, вот эти азбуки Саши Флоренского очень полезны, потому что из них вы узнаете, во-первых, это искусство, а кроме этого вы узнаете из них много нового и полезного. Ну, опять же, в самом ироничном смысле я готов под этим подписаться. Значит, теперь вы в Нью-Йорк у нас едете, да? Ну, да, есть такая идея от одних моих друзей исходящая. К ней присоединился один воронежский меценат, который, собственно, и был основным меценатом издания Воронежской азбуки и инициатором будущей, надеюсь, путешествия по Воронежской губернии. Вот, и он захотел даже, чему я страшно рад, поехать со мной в Нью-Йорк и тоже все это посмотреть. Дело в том, что там, говорят, мои друзья нашли удивительную какую-то даму, русскоязычную, которая все знает про Нью-Йорк, причем настолько нестандартно, что это, возможно, наше соединение с ней даст интересный какой-то материал, не банальный. Потому что там за те три раза в жизни, что я был в Нью-Йорке, ничего такого сверхъестественного для себя интересного я не нашел. А тут вот обещают какие-то глубины, там какой-то Нью-Йорк с другой страны показать. Ну, я очень надеюсь на это. У меня про Америку тогда вопрос, когда поедете. Может, будете посещать могилу Давлатова? Ну, с Давлатовым так или иначе у меня в жизни происходили пересечения, хотя я никогда его в жизни не видел. Что странно. То есть мы жили в одном районе, то есть он жил примерно в 500 метрах от моего дома на улице Рубинштейна, а я живу на улице Правды, в доме, где жил Анатолий Найман. И естественно, так сказать, очевидно, что не раз я, может быть, проходил мимо ребенка, мимо огромного человека с собачкой, но, например, моя мама хорошо его знала, там, и ее друзья. А я узнал о нем только когда его стали печатать. Еще он был жив последний год. Мне подарила Мария Васильевна Розанова, супруга Синявского в Париже, подарила первый сборничек такой, Демаршен-энтузиастов. И там было три рассказа Давлатова. Это был там 89-й год, он еще был жив. Потом появились первые публикации в газетах, потом он умер, появились все книжки. Но заповедник вот этот, что Петерская, как это издание. Да, 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 мягонькие такие, да. И вот я все их купил, был в полном совершенно восторге. И был смешной эпизод, когда издатель, вот, Лимбус Прессо, Константин Тублин, позвонил и предложил иллюстрировать трехтомник, первая моя реакция была, я отказался. Причем я отказался серьезно, и там ему пришлось раза три там меня уговаривать. При этом, что это был мой любимый писатель в этот момент. Это я вот потом объяснялся как-то это так. Вот едешь в метро, смотришь на прекрасную девушку, и думаешь, какая прекрасная девушка, боже мой, бывают же такие. И вдруг она подходит и говорит, там, я готова стать твоей женой. Ну, первое желание, так сказать, конечно, ну как, надо же сначала там познакомиться хотя бы. То есть, вот как это, это выглядело как мечта какая-то, это предложение. Я считал, что я не смогу, предлагал, пусть иллюстрируют, а Красдовлатов дружил со многими книжными графиками. Я говорю, пусть иллюстрируют те, кто его лично знали, там, я, нет, я не буду, я боюсь, нет, я хочу, чтобы это был ты. И вот он, как бы, считаю, что правильно сделал, что настоял. Действительно, это вышла удачная книга, и каким-то образом так это и идет вслед за этим. Какая-то такая наша странная связь. Даже кончилось это совсем смешно, когда я закончил рисунки Андрея Арьев, друг ближайшей Довлатовой, и редактор этого трехтомника, совершенно не думая о параллеле, которая получилась, говорит, тут как раз недавно Сергей Донатович умер, он говорит, я тут был в Нью-Йорке, вот у Лены, у жены, она дала несколько его вещей, где-то в 90-е годы в России плохо с деньгами и с одеждой. Вам, Саша, не подойдет? Вот тут пиджак Сергея. Я так одеваю, во-первых, он мне подходит идеально, а во-вторых, я сразу вспоминаю рассказ «Куртка Фернана Лежа». При этом этого даже не понимает в этот момент Арьев. И я в нем ухожу. И вот в этом пиджаке я проходил довольно долго, и как-то смешно вот это все. И потом видел где-то фотографию Довлатова в нем, такую в крапочку серенькую. Смешно. А обувь не подошла, а сандалеты предложили, но они оказались 47-го размера. Увы, так сказать. Вот я подумал, может, кому-то другому подойдут. Вот, о Довлатове. Значит, конечно, в Нью-Йорке... Но я не думаю, что это будет книга о русском Нью-Йорке. Я думаю, это будет книга о Нью-Йорке как таковом, но Довлатову уж так или иначе придется... К тому же там могила. Там сейчас улицу назвали его именем. Сергей Довлатов-Вэй. Так что, ну, смешно будет, конечно, нарисовать дом. Я бы, скорее, не могилу, так сказать. Мне она кажется странной. Она на еврейском кладбище в таком... Мне там не кажется, что она ощущала себя евреем. Там, скорее, человек такой общего европейской культуры. А вот я бы хотел нарисовать дом, где он жил. Я уверен, что это очень скучный, многоквартирный, обыкновенный дом. Но вот этим фактом, что он там жил, мне кажется, он будет интересен. Я, конечно, поеду в этот Квинс. Тем более семья живет, говорят, в той же самой квартире до сих пор. Ну вот, сфотографирую дом и буду его рисовать. Будем смотреть на Фейсбуке тогда. Я вообще, да, есть дурацкая привычка выкладывать в интернет каждый законченный рисунок. Я таким образом его как бы легитимизирую. Но вот уже выложил, не буду переправлять больше ничего. Для самой такой дисциплины. Так что, если что будет делаться, сразу выскакивает у всех. Хорошо. Про Мечков хочет. Все равно это знаковый этап. Ну, Мечки, да, знаковый этап с 84-го по 94-й какой-нибудь год условно. Я для себя так отмечаю. Вот сейчас я, ну, всячески от этого, от тех, кто сегодня себя Мечками называет, я всячески открещиваюсь. Это какой-то конфликт или... Ну, это не конфликт. Это просто со временем люди разошлись, так сказать, да, во взглядах. И я считаю, что сегодня там Дмитрий Шагин и его помощники, так сказать, Шутов-Гороховых изображают из себя, а художник должен, в общем, спокойно и работать, а не скакать в тюльняшки перед телекамерами. Вот. И не дружить с губернаторами. Поэтому вот в этом смысле можно назвать это конфликтом. Вот. И Володя Шинкарев давно открещивается, хотя сам сочинил эту книгу. Вот. Мы с Ольгой. Но это как... Остроумно замесила моя жена. Это как бумажка грязная, прилипшая к ноге. Ты пытаешься ее стряхнуть, а она, так сказать, все вот прилипло и все тут. Вот, конечно, до сих пор будут кто-то спрашивать меня, как там меськи поживают. Ну, понятно. Хотя я и в глаза не видел тех, кто себя называет меськами, уже несколько лет. И не участвую там лет 10 ни в каком мероприятии. Но как Пуль Маккартни пожизненно Битлз, так сказать, конечно, понятно, что я был один из трех людей, кто это создал. И поэтому понятно, что это какая-то часть моей жизни. Я в это вложил огромные силы и энергию когда-то. И, собственно, был таким, наверное... Ну, если Володя Шенкарев был таким писательным идеологом, сочинившим книжку, я ее проиллюстрировал. Но я был, наверное, таким, кто всех подружил, кто всех познакомил. Потому что в группе люди были с разных сторон. А у меня такой мастерской был всегда центр притяжения, куда вот сползались художники, близкие по духу. И в результате они все перезнакомились и передружились на моей территории. И так я нескромно могу считать, что я все-таки группу собрал в том виде, в каком она была в идеальном на конец 80-х годов. Ну, хорошее было время, но оно прошло. Например, самым счастливым своим временем, я считаю, это время, когда я учился в институте. Еще никаких имейсков по мне не было. С 77-го по 82-й год. Но это прошло. Я не могу снова учиться в Мухинском училище. Снова ездить в колхоз, снова ходить на занятия по керамике. И этот период прошел, теперь другой период. Совсем другие интересы и предпочтения. История. Это часть истории. Когда займутся этим плотно, то отделят Митьков 80-х от Митьков 2014 года. Разберутся, так сказать. Да, конечно. Сейчас на это куча наслоений всяких. Скачут какие-то люди, которых никто и фамилии не слышал. Ну, вот среди них фронтмен, так сказать, Мизя Шагин. Да, ну, узнается. А все остальные там... Вы говорите по... Должен был губернатором. То есть, ну, художник должен быть в оппозиции. Вот как вы думаете? Художник ничего не должен никому. Это еще и Довлатов, по-моему, где-то отметил. Вот. И в оппозиции он не должен быть. И конформистом он не должен быть. Художник должен рисовать. Госзаказ не должен. Как думать? Или как? Ну, тут сложный вопрос, так сказать. Госзаказ, госзаказу рознь. Потому что, когда, я помню, кто-то звонит и просит дать какие-то рисунки в какой-то сборник там сказок, которые для первоклассников делают. Наверняка это госзаказ, понимаете? Но как не дать? И я даже там от гонорара отказываюсь. Потому что он, во-первых, смешной, а во-вторых, как-то и неловко его и брать. Тем более, это какие-то рисунки давно нарисованы. И там просто за право их опубликовать. К тому же, там все мы учились за счет государства. А я свою учебу в институте с благодарностью вспоминаю. И государство дает нам пока мастерские на льготных условиях. Поэтому, так сказать, сказать, что я ничего от вашего поганого государства не беру и плюю вам в харю, нельзя. Как бы мы ни относились с умерзением к его отдельным представителям. Тем не менее, факт остается фактом. Мы многим пользуемся. Поэтому, ну просто, конечно, вылизывать начальство, это, конечно, не достойно художника. Хотя в истории есть и эти примеры. Бенвену Тучеллини, который там, так сказать, бегал за всякими папами и герцогами, выпрашивая заказы там. Да, или Рубинс на королевской службе. Вот. Всяко бывает. Но вообще дело художника не Марацо, конечно. Как это сказал Лев Рубинштейн, а Юрий Герман, когда тот подписал какое-то нехорошее письмо такое. Не стоило бы портить себе некролог. Вот. Так что... Но вы следите вообще за современными художниками? Ну... Особенно меня интересуют, знаете, такие моменты, вот сейчас пошел большое количество перфомансов, там, недавно, да, погремел. Ну, Павленский, Павленский, Павленский. Ну, это искусство мне совсем не близко. Вот. Все даже СМИ, все даже официальные СМИ называют их художниками. То есть они признают, что это художник. Ну, это же очевидно, поступки осмысленные. Это же не сумасшедшие люди отрезают себе ухо, так сказать, что тоже случается где-нибудь в дурдоме или в квартире, а кто и голову кому отрежет. Вот. Но не является художником. Это, так сказать, профессиональный художник, там, если о Павленском говорить, или группа Война, там, я считаю, что Литейный мост это в своем, в своем роде, шедевр. Хотя, так сказать, от моего искусства это крайне далеко. Но даже просто техническое исполнение, скорость и арестраумие этого акта, так сказать, я считаю глубоко, так сказать, замечательным явлением. Ну, пусть играет, например, музыку эту я бы слушать не смог бы. Я, честно говоря, тоже. Мне кажется, ниже среднего уровня. Но, например, то, что, во-первых, я не считаю это ни малейшим кощунством, как и все нормальные люди, там, включая покойного отца Павла Адельгейба, там, замечательного священника, который, там, писал в своем живом журнале о том, что там никакое не кощунство, а там прекрасный поступок. Вот. И нормальные люди так должны на это реагировать. А уж когда там девушек в тюрьму посадили, и я читал их тексты на суде произнесенные, так это достойно, там, так сказать, в школе изучают. По благородству, по сравнению с тем потоком мерзости, вылет их на них, так сказать, этим вот судом. Так что уже они стали, то есть, вот суд и тюрьма сделали их уж точно настоящими художниками. А акция-то была, ну, так себе, как бы, вот. Но выяснилось, что все глубже. Нам не дано предугадать, как наше слово отзовется, сказал коэт. Так вот и здесь. Хотели пошутить, а вышло всерьезно. Хотели, так сказать, похулиганить, а попали в историю искусства. Сейчас вообще художник может быть вне политического контекста? Да, запросто. Мне кажется, что да, я считаю себя художником вне политического контекста. Просто хочется, чтобы руки чистыми оставались, и совесть не запятнанная. Так что, вот, если что-нибудь с логотипом Единой России издавать, я бы не хотел. Насколько бы, например, спонсорских денег не лилось бы, вот я бы не хотел, чтобы на этих книжках что-нибудь такое было написано. Большое спасибо такому-то, такому-то. А здесь написано спасибо тем, кто на самом деле помогал делать эту книгу. И, кстати, я очень корректен всегда стараюсь писать, вспоминать всех, кто помог хоть как-то. Словом ли делом, деньгами в процессе работы. И это честно и правильно. Но надо разбираться, у кого брать. Ну да. Вот это самое важное. Пока в иностранных агентах есть, например, ну вроде бы нет, но есть такая, хотя к тому идет, пикин, девушки на мосту, норвежцы, они тут нам санкции. Деньги дают вам. Вот, а тут я деньги у них беру, да. Так что тут, конечно, к тому же. Вы уже тоже переходите, Гань, все довольны, так сказать-то, да? Ну, вообще, так сказать, да. Все-таки политика, дело не художников, а политиков. Художник всего лишь художник. Делать свое дело честно. Глядишь и другие, глядя на тебя задумываются. Но это всех касается. Последний вопрос. Я по рок-сцене все равно хочу чуть-чуть хотя бы уйти. Вот вы с Борис Борисовичем книжку, да? Ну, чуть-чуть расскажите о ваших взаимоотношениях. Взаимоотношения срок сцены Петербурга на самом деле в последние годы их почти нет, потому что, собственно, все это как-то тоже героический период позади, а сегодня период такой благополучный. Но, конечно, в 80-е я дружил и с Цоем очень близко, и записал один его, кстати, домашний концерт, который вот теперь выросший его сын Саша собирается, оцифровал, и собираемся мы выпустить диск такой, потому что у меня в мастерской с Петой есть концерт, который нигде не звучал, и я сохранил такую советскую кассету МК-60, через многие годы она у меня прошла, на ней оказалось две песни, которые нигде никогда не записаны были, так что я их спасаю для человека. Румба, Румба, да? Румба и молодой пастушок, да, такие китайские стихи, древние. Вот, с Гребенщиковым когда-то я оформил одну из его пластинок 10 стрел, еще тогда, мало того, это делалось не только не для виниловой, о которой нельзя было и помечтать в 1986 году, а тогда группа Аквариум выпускала так называемые магнитоальбомы левые, а именно на бобину наклеивали картинку спереди и сзади, сделанную фотоспособом. Так вот, я, когда рисовал эту картинку, рисовал для такой бобины, которую директор Аквариум Файнштейн, значит, продавал по 10 рублей и группа таким образом зарабатывала. Тут случилась перестройка, и фирма Мелодия говорит, давайте издадим пластинку 10 стрел, тут понадобилась моя картинка. Ее взяли, уже напечатали на диске большом, а еще через несколько лет все перевели на CD. Ее снова уменьшили, попросили меня раскрасить, почему-то я ее на компьютере немножко раскрасил, и вышел такой CD. Ну и главное наше сотрудничество с Гребенщиковым, конечно, это вот иллюстрации к сказке Ивана Данила, которые были в 86-м же году сделаны, залиты вином и какими-то окурками запачканы, и все это делалось. Боря читал, я рисовал, все пили вот так по ходу. Ясно было, что это никто никогда не издаст. Боря где-то на ксероксе нашел где-то левый запрещенный ксерокс, там сделали копии текста машинописного и картинок, и было 10 экземпляров, по-моему, в какой-то самодельный калинкор там. И все. Потом опять же случилась перестройка, там это напечатано было в журнале Аврора, потом в издательстве Красный Матрос, а несколько лет назад, а именно года полтора, вот такой издатель Тимофей Марко в Петербурге решил издать шикарно эту книгу. Я сделал специально новые версии этих рисунков, и вот такой вот фолиант стоимостью в 300 тысяч рублей, доступный только олигархам, был создан, но не знаю, что несколько книг купили, одну на мои глаза. На ярмарке нонфикшн. Так что все-таки есть и в этом сегменте, так сказать, желающая. Ну, так буржуазом, это. Ну, он хотел не буржуазности, а шикарности. А она, поскольку шикарна, надо было всем гонорар дать, переплести в кожу, латунная обложка. Это просто себестоимость-то там, я думаю, половину занимает. Это ручной набор, где каждую букву во всей сказке человек полгода набирал. Это фантастическая работа. И книжка красивая вышла. Так что от буржуазности я там отбился. Предлагали мне более такие гламурные варианты обложки. Я так все это в более чистый стиль такой свел. Мне кажется, хорошая вышла. Ну, должны быть всякие. Должны быть вот такие книжки и должны быть такие. там за 3 рубля и за 300 тысяч. Нормально. Кто-то коллекционирует те. Это идеальный подарок какому-нибудь аквариуму Филу. Ага. Со стажем. Со стажем. В гастолме которого работает. Ну, например, да. Ну, а его сын был где-нибудь в Лондоне на чердаке ее найдет и прочтет и станет добрее и умнее. Может быть. Так что неизвестно, как слово отзовется. и здесь как бы непонятно. А дешевые издания можете выкинуть. Ну, это тоже не дешевые. Нет, ну, это сегмент, так сказать, тот, что надо. Как бы middle class. Даже up middle class. Я так, для нас. Вот журнальный вариант это дешевая же версия, а это нет. Это книга художника, я считаю. Вот. И вообще, мне ужасно они нравятся. Ну, я думаю, что у нас время подходит к концу. Спасибо вам. Спасибо большое. У нас был в гостях Александр Фаленский, художник. Это была программа «Проще говоря». Спасибо. До свидания. Спасибо. Всего доброго.